Ну что, друзья, самое время сделать еще один маленький подарок для вас, но для того, чтобы он реализовался, нужно, чтобы дозвонились к нам в эфир прямо сейчас по номерам 2900-2600 и 2900-26001. Сразу же дозвонившемуся нашему слушателю просто так мы отдаем набор пожарных извещателей. Дело в том, что в эти дни МЧС проводит акцию «Не оставляйте детей одних», приуроченную к Международному дню семьи и Дню защиты детей, а в ее рамках совместный проект с театром юного зрителя. Буквально несколько дней назад в ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака, и прямо сейчас мы будем разыгрывать два пригласительных билета. Если вы дозвонились к нам в эфир, вы автоматически становитесь обладателем набора пожарных извещателей, а если при всем при этом вы еще отвечаете на вопрос, то получайте билеты в ТЮЗ. 2900-2600 и 2900-26001. Уже есть у нас звонок, будем знакомиться. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, расскажите, есть ли у вас дети? Да, совершенно недавно я стал отцом. Ура! Ну уж непонятно. Кстати, мужчины. Спасибо. Недавно это хорошо. Уж не знаю, можно ли будет отправить вас и вашего юного молодого дарования в ТЮЗ, но я точно знаю, что пожарные извещатели нужны всем. Правильно? Да, я согласен с вами полностью. Вот, они вам достались просто так, автоматически, потому что вы нам дозвонились в эфир, а вот сейчас давайте еще попытаемся и билеты в ТЮЗ выиграть. Как вы думаете, какое минимальное время, на которое можно оставить ребенка до школьного возраста одного дома, если он спит? Ну, мол, спит, ничего не знает, там отдыхает себе человек. Иди, мама, гуляй. На какое минимальное время? Ну, вы знаете, хоть я отец совсем недавно, но я уже теперь понимаю, что даже маленьких детей до школьного возраста, даже детей, которые уже ходят в школу, совершенно нельзя оставлять одних в квартире. И вообще наедине с одними с собой обязательно нужно за ними глаз, за глаз. Да! Александр, ну вы большой молодец. Слушайте, опытный человек какой, а? Чувствуется, что уже все понял, что такое отцовство. Действительно, нельзя детей оставлять даже на несколько минут, и независимо от того, спят они или бодрствуют. Ну, ура, ура, я вас, конечно, поздравляю. Билеты в ТЮЗ доставятся вам. Потрясающий спектакль «Кошкин дом». Подсказки Самуила Маршака вы посмотрите. Когда и где расскажу вам за эфиром, друзья мои, а завтра все продолжится. И выиграть можно будет по-прежнему. Потрясающие подарки, набор пожарных извещателей и даже, может быть, пригласительный в ТЮЗ. Ох, как не хочется мне искать другого участника в нашей игре. Надеюсь, что наш первый участник, а эта участница, справится с поставленной задачей. Но самое главное, сказать надо, что она дозвонилась первой, и она тут же получает у нас комплект пожарных извещателей. Здравствуйте. Здравствуйте, наш абонент. Представьтесь, как вас зовут? Галина. Галина, очень приятно. Ну, Галина, перед тем, как мы перейдем к условиям нашей игры, я немножко расскажу. В эти дни МЧС проводит акцию «Не оставляйте детей одних», приуроченную к Международному дню семьи и дню защиты детей. А в ее рамках совместный проект с Театром юного зрителя буквально несколько дней назад стартовалась, состоялась премьера спектакля «Кошкин дом». По сказке Самуила Маршака, я думаю, вы ее прекрасно знаете. И прямо сейчас мы разыграем два пригласительных. Но, коль вы у нас, как я уже сказал, дозвонились, то автоматически становитесь нашим обладателем набора пожарных извещателей. А вот получите ли вы те самые пригласительные, узнаем прямо сейчас. Галина, вы уже рады? Хоть чуть-чуть. Вот это уже хорошо. Итак, сейчас предельная концентрация. Итак, вопрос. В квартире на четвертом этаже произошел пожар. Вы живете на пятом этаже. С вами дома находятся двое детей. Теперь вопрос. Можете ли вы воспользоваться лифтом, покидая свою квартиру? Но не спешите отвечать. Давайте я вам дам несколько вариантов ответа. Вариант номер один. Можно, чтобы быстрее покинуть дом. Вариант номер два. Можно, если лифт остановился на вашем этаже. И вариант номер три. Нельзя ни в коем случае. Знаете, что нельзя ни в коем случае, потому что у нас три года назад, только я живу на третьем этаже, а вот у нас на первом этаже был пожар. Да вы что? Да, вот случилась такая вот неприятная ситуация. И благодаря моей старшей дочке, которая услышала, потому что неизвестно, чем бы это закончилось, но все закончилось очень хорошо. Поэтому... Галина, а знаете что? Теперь вы услышите всей семьей, потому что в вашей квартире будет что? Пожарные извещатели! Ну, во-первых, мои аплодисменты вам. Конечно же, вам достаются билеты. Где и как их забрать, расскажу через несколько секунд. Не кладите трубочку. Но теперь, Галина, не спешите со мной прощаться. Давайте передадим приветы вот на всю нашу большую страну. Кому хотите передать привет? Ой, ну я передаю всем, кто сейчас едет с работы, так же, как и я, домой, быстрее. Быстрее, быстрее! Самое главное, не нарушать правила дорожного движения. Ну и самое главное, вы счастливы? Очень. Ну и специально для вас композиция Фаррелла Уильямса. Хэппи. Ну а мы с вами побеседуем. Побеседуем.